Ситуация в культуре, если ты играешь как бы открытыми, честными картами, она гораздо серьезнее. Потому что мои предложения как и европейским партнерам, так и русским партнерам, они вызывают сильнейший отклик у них. И у меня было бы просто фантастическое взаимодействие и с европейскими, но оно и происходит, и с русскими театральными институциями. Но чему мне не хватает здесь, нет точки сборки. Я не могу точку коммуникативную выстроить, что я нахожусь в воздухе. Есть дах микроскопический и все. Все равно должна быть некая развернутая институция, должно быть предложение, опять же, адекватное. Если тебе говорят, не знаю, Чеховский фестиваль, Центр Мирхольда, или Авеньонский фестиваль, или тут же Эдинбургский, мы хотим с вами сотрудничать. Ты говоришь, хорошо, я готов сотрудничать. Ну, окей, мы там делаем то-то, то-то, то-то. Что делаешь ты? Можешь там дать нормальную площадку? Я понимаю, что нормальную площадку я, конечно, могу сказать, что я дам. Но вот сейчас вот вопрос, да, там приезжает француз, режиссер, и мне, ну, он говорит, французский культурный циркульсер, я ему должен поставить тот технический райдер, который он хочет, и это нормально. Они все оплачивают, гонорар так и так, и я должен со своей стороны сделать. Ну, вот в этом проблема. И геополитическую карту Украина, нормальную геополитическую карту, всегда против правительства. Они, потому что наши отцы-командиры, вообще-то, играют в короткую. Это так называемое, они играют не в преферанс, если Кучева пытался играть в преферанс, то сейчас играют в очко. Ну, кто узнает карты, понимает разницу, да. И обычно там шпидят в очко. В преферансе сложнее шпидят. Тоже нужно, но... Есть еще вопросы? Это мужчина, пораньше меняет. Пожалуйста, я хочу... Можливо, мое питание, ну, те питание, которые я задам, взагалю, в Украине набрало скобину. Але я хотел бы у вас запитаться про мову. У вас есть репертуар, на какие мовы там я? Я понимаю, что... У нас уже нет репертуара. Ну, где-то по полам. Так, по украинскому образу. Ну, конечно. В принципе... Все, не могу дать. И питание есть? Здравствуйте. Здравствуйте. Дарья Ивановна, социальный хакер. Что это? Социальный хакер. Хакер? Хакер. Социальный. Что это такое, извините, чтобы я понимал просто... Давайте, я не хочу... Я хочу представлять себя, задать вам вопрос. Я просто лично буду... Я хочу популяризировать свою жизнь. Я просто хотел узнать... Вы говорили о том, что на ОООЛ-кесте будет ли представлено на возможной платформе, где будут общаться айтишники, художники и доминировые. Есть автор, как ты забыл, или это просто всего лишь мастер, или это будет конкретное действие? Нет, это конкретное действие сейчас через платформу. Есть такая платформа, да? Да, есть такая платформа. Вот это через них, да? Да, нет, но они одни из партнеров в этой истории. Это задумка, так? Нет, это задумка моя. Я сказал, это идея, которая... Какая-то форма идеи, которая может осуществиться наоборот. Нет, она точно осуществится. Она не может осуществить. Она осуществляет. Сейчас это происходит. Для того, чтобы участвовать на этой... Нужно просто подать заявку. Сейчас это происходит или на базе платформы. Куратор этого проекта Сашко... Нет, 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 нет. Это платформа. Мехет. Сашко Мехет. Координаты его, я уверен, что есть на сайте Google Earth. Он одновременно куратор литературной программы. С ним связываться. Там есть умыло. Я думаю, что телефон есть. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Можно пытания при прошли сходить? Да. Почему вы вот это делаете? Почему тут нормально? Почему вы здесь сидите? Почему вы пришли? Ну, еще люди, которые... Глокор-фест очень много людей делают. Всегда в них время работают. Ну, вообще они чуть-чуть работают. Ага. За это. Просто это тоже визуальное сообщение такое. Ну, они просто... Я, честно говоря, бросил, отменил сейчас... У меня сейчас сидят актеры и вообще ждут репетиции. Что мне нужно сделать, если так, чтобы вы понимали, сделать, подготовить спектакль с рекорделем, сделать открытие Google-феста, технологически и актерски, и музыкально, сделать два спектакля отдыха, ночь и утро. То есть это то, что сделать у меня осталось, простите, и еще организовать немножко буду. Скажи, вы не вмешивались в программу? Да. А я не знаю, Саша, но вы напрасно смелелись. Опять в эти глаза. Я это кассивала. Нет, послушайте, у меня кассивальство... Я не существую для государства. Но важно существовать для вас. Знаете, рано или поздно она придет за вами. Это за... Подписывайте. Слава Богу. Послушайте. Ну что, если кто не делает, выделать то, этого не делать. Этого можно, этого не сделать. Да, ну, понимаете, государство... Слушайте, ему настолько наплевать на это. Так, слава Богу, что же наплевать на это? Слушайте, слава Богу. Поза закончится скоро. Ну, я думаю, что, понимаете, я когда сделал Эдипа, если кто видел Эдипа, я думал, мне говорили, как вы не боитесь Эдипа, ну, потому что более жесткого и более бескомпромиссного такого пощечения и, на самом деле, и социум, люди, и, на самом деле, государство как институция. И люди, ни государство никаким образом не среагируют. И это горько. И назывался спектакль, спектакль назывался «Из жизни молчаливого большинства». Это молчаливое большинство прекрасно продолжает свое молчание, инфантильное молчание существовать. И это горько, к сожалению. Следующий вопрос, я просто уточняю. Вы говорили про репертуарты театра в Минске. Не секрет, что в России идет речь о том, чтобы разогнать ничего, чтобы бабушки... Правильно, герой. У нас тоже идет речь, но мы же живем, к сожалению, инфантрацией. Вот у меня вопрос, разогнать инфантильный театр. Это правильно, да. Как налогоплательщик, я только за разогнать кофе с Кирпи и отдать кому-то дом художников. Вот это не то же, а произошло в заметку. На самом деле, нет. Ну, я не столь радикально, но я предлагаю некую конструктивную... Государство радикально. Вольдя, мы сушим сейчас. Кто-нибудь посушит. Это будет, скажут, угубители юных дарований, которые сидят в этих соблоках. Вопрос очень простой. Для того, чтобы что-то сделать, да, перед тем, как что-то решить, как вот тогда прекрасная оранжевая власть начала угонять Ледниковича, сделав его национальным героем. Ну, если вы помните глупую ситуацию, да. В мире, на самом деле, уже все придумано. Для того, чтобы в них была какая-то динамика развития, да, не было заспроя, делается публичный конкурс на замещение художественной и административной должности в этом, ну, в том, что финансируется государство. Раз, сколько-то лет. Три-четыре года. Один человек или одна команда больше двух сроков не может занимать это место. Так же, как президент, так же, как. Ну, в общем, то есть это нормально. Другой вопрос, кто потом является отбирателем? Вот на это имеет смысл финансировать и приглашать не только украинских экспертов, потому что, понятно, чревато, ну, там, всеми, там, нюансами украинской истории, да, это множество очень радостей, а добавлять 30% с севера или, там, 30% с Европы, ну, чтобы тоже не было там однобоков. И они оценивают уровень заявок. И параллельно, перед тем, как, ну, сейчас, если объявить, например, конкурс на замещение у другого театра, ну, на самом деле, предложить-то некого, да, нет молодой роли. Не-не-не-не-не-не, это, не-не-не-не-не, это иллюзия. Для этого нужно было сделать то, что называется инкубатор, где, ну, как же, как и Google IT, нужно отрабатывать технологию, как это, как люди, где они могут научиться нормально работать в современном театре. Карпанка Карл, ну, это, ну, это немножко какое-то сумасшествие. Девчонки найдутся, нужно как-нибудь, это не для правильной директора. Я, прошу прощения, давайте мы договоримся все, что у нас один, в лучшем случае, два вопроса, и мы даем возможность, а, договорить, б, работать другим тоже. То, что я когда-то придумал такой проект, центр инновационной режиссуры, да, условно, это было бы точно равно, но это датируемая вещь. Кем она датируемая? Это вопрос. Или частным инвесторам, или государству. Государству в этом плане, я, честно говоря, я, с одной стороны, говорю, понимая, что, как это, ну, понятно, не до того, да, понятно, не до того. Но, с другой стороны, как бы инстинкт самосохранения, и там, какое-то наивное представление, сделать что-то полезное, хоть чуть-чуть полезное-то, должно работать, но как-то не срабатывает. И у меня вот этот, как в Париже, мне представитель украинского посольства, у меня французский жениц спрашивает, говорит, а где у вас украинское посольство? Мы играем там на берегу Сены, там, театр Де Лави, там, весь город Абдейн, афишами Вия, там, ну, не знаю, метро, все, грамматная фиша. Я говорю, где украинское посольство? Я говорю, да я это не знаю. У меня там вот культурный атташе знакомый, я не познакомлю. Доводит мне культурный атташе, наверное, ну, кто-то дядя из посольства. Я могу вас...